здравствуйте дамы и господа вас приветствует компания sky world community добро пожаловать будущее и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 То есть создавать И при этом Быть где угодно на планете С любым образованием С любым менталитетом Разговаривать на любом языке И работать в любое время И при этом получать Достойное Закономерное Вашей работе И вашему эффекту Вознаграждение Это возможно для каждого Потому что данная технология И последующие технологии Анатолия Эдуардовича Предназначены для народа И в первую очередь Именно народа Жизнь должна стать лучше Но Он не забывает и про все остальное Ведь нас-то, да 8 миллиардов человек И мы самая влиятельная Семья, так скажем Вид на нашей планете Но с другой стороны Мы всего лишь один Из 12 миллионов Живых Видов организмов То есть 12 миллионов Видов живых организмов И мы только один из них Тем не менее Перед нами Самая большая ответственность За то Какой мир Будет сейчас Завтра И какой мир Будет для наших детей Для наших потомков Внуков Правнуков Что мы оставим После себя Мир, в котором Можно будет жить Счастливо Или мир, в котором Здоровье И безопасность Будет под вопросом Это мы сегодня Разберем Ведь Можно сказать За все время Развития нашей Цивилизации Если верить Официальной истории С появлением интернета Только люди Начали иметь Такую власть Над происходящим На планете Ведь люди Начали объединяться Начали делиться Информацией Делиться силами Ресурсами Для того Чтобы создавать Что-то более важное Чем они сами Чем их жизнь Чем то Что они могли бы Сделать в одиночку И это Наш удел Ведь мы действительно Люди 21 века Вы посмотрите Какой мир сейчас вокруг Какие технологии Какие возможности Для каждого Для тех людей Кто действительно Не ленится А старается Интересоваться Изучать то Что ему важно Развиваться Тем Что получает Новые знания И умения И сегодня Именно такой день Вы просто узнаете Немножко знаний Которые сможете Применить В своей жизни Для ее улучшения Для этого Именно здесь Я и есть И я буду рад Передать вам То, что я изучил Более чем за 5 лет В течение Каких-то 50 минут Я бы хотел Привлечь ваше внимание К технологическим укладам И рассказать о том Что человечество Живая Единица Один вид Но у нас есть И свое детище Техногенная сфера Технология Без которой Мы уже никуда Не пойдем И с каждой Новой масштабной Технологией Мир менялся Так, например Когда появилась Методоргия Железная дорога Мир серьезно изменился И качество развития Выросло очень быстро Потом с появлением Электроэнергии Ознаменовалась Третий Технологический уклад Далее Четвертый Технологический уклад Нефтехимия Автомобили Строения И авиация Тоже мир Очень сильно изменился И теперь Мы живем В пятом Технологическом укладе Это мир Виртуальной реальности Интернета И гаджетов Это именно тот мир В котором мы живем Сейчас Который сделал Скорость передачи Информации Просто невероятной Мы пересылаем Гигабайты информации Можно сказать За секунды Сейчас Любые фотографии Видео Можем звонить В другую страну Можем Звонить По видеосвязи На другой конец Нашего земного шарика И уже разговаривать Я думаю Практически без Какого-то запоздания То есть Представляете Как скорость увеличилась Мы даже деньги Уже пересылаем Не только в своих банках Но и в чужие банки Иногда Это мгновенно То есть Все возможности Ускорились Информационные До максимума Но У нас осталась Одна вещь Мы медленно Передвигаем Грузы И пассажиры То есть Грузы И пассажиры Это как раз Физическое перемещение Это то Что и дает нам Действительно Скорость развития И она Сейчас у нас Конкретно страдает То есть Именно Физическое перемещение Является сейчас Той точкой Которая Очень сильно тормозит Развитие Каждого человека Ведь это касается Каждого Потому что Мы в замкнутой системе Весь воздушный Наш Шарик Поверхность Где есть воздух До стратосферы От земной коры Это и есть Наше биопространство И мы находимся Именно там И нам необходимо Перемещаться Необходимо Отправлять грузы И принимать грузы Особенно при том Что сейчас Эра потребления И это Главная точка Преткновения Не говоря уже Пока не говоря О негативных Влияниях Которые сейчас Нас заводят Традиционный транспорт Я сейчас Поясню Как это касается Каждого Потому что С одной стороны Вы можете подумать Транспорт Общественный Глобальный Планетарный Как это вообще Может со мной Связано Я то что Решаю А на самом деле Дамы и господа Именно мы Сейчас только И можем решать Иначе решат За нас Все равно Все эти трассы Строятся за деньги Нас За деньги Налогоплательщиков И мы Так или иначе Участвуем В этом Просто вопрос Насколько Серьезно И Насколько мы Информированы Или дезинформированы О своем Влиянии Что мы Действительно Можем Влиять На эти Процессы Но так Было Конечно Не всегда Ведь смотрите Вот Главные Компании Пятого Технологического Уклада Это сейчас Те гиганты Так скажем Люди Которые владеют Данными Компаниями Либо хотя бы Маленьким Кусочком Получают Огромную Прибыль И являются Участниками Раз они Совладельцы Они участвуют В прогрессе Которой Придают Эти компании Было Много Информации Создали Компанию Google Далее Apple Операционные Системы Alibaba Так скажем Продажи И покупка В интернет Магазинах Microsoft Наш Весь Можно сказать Софт Как он Называется Все программы Walmart Интернет Кошельки Оплата Онлайн Ну и Boeing Конечно Прошу прощения Я сделал Насчет Apple Ошибку Они создавали Компьютеры То есть С чего Стартанула Так скажем Большая Эра И всего Остального Здесь Но Посмотрите Раньше Как сейчас У нас Не было Такой возможности Встретиться При том Что мы находимся В разных городах В разных домах В разных странах Или в разных Часовых поясах Находиться в одном Пространстве И поговорить Что вы могли Задать свои вопросы Здесь в чате А я мог сразу Вам на них ответить Либо Что я вас вообще Приглашаю Каким-то способом Письмо С какой-то Ссылкой По которой Вы можете Встретиться Со мной И я бы поделился Важной информацией Которая у меня есть Именно этот мир Пятого технологического уклада Создал для нас Эти возможности За что ему Огромное спасибо Ведь Когда создавалась Компания Apple Не было Такой возможности Мало кто вообще Понимал Что это будет важно Что это будет нужно Ну И распространения Такого не было Чтобы другие люди Которые уже Дошли С собственным изучением На тот момент Когда рядом Нет ни одного компьютера Вообще Такого не существовало То есть это что-то новое Чего раньше Не было на планете И трудно Конечно найти Единомышленников Чтобы они смогли Помочь Поддержать Как можете сделать Сейчас вы В том проекте О котором мы будем Говорить дальше Но тем не менее Эти компакты Компании развились Принесли огромную пользу Потому что Хотя бы кто-то Понимал Их значимость Их пользу Куда они могут Развиться И именно потому Что эти компании И эти технологии Были полезны людям И поэтому они получили Такую огромную Капитализацию А капитализация Это то что Тот кто имел Компании В компании Apple 8 долларов Маленький кусочек Компании За 38 лет Этих 8 долларов Точнее Та часть компании В долях компании Превратилась В 550 тысяч Вот так она Капитализировалась Так она увеличилась Эта компания И ее польза Так компания Google За 16 лет 10 долларов Всего Превратились В 100 тысяч долларов Так она расширялась Это было необходимо Или компания Или компания Alibaba Представляете 100 долларов Представьте Собственных Которые мы заработали На своей работе Каким-то образом Отдать куда-то Своих 100 долларов Приобрести часть Компании Уже существующей Потому что В нашем проекте Это работает по-другому Вы не можете Купить Доль Но вот тогда Если вы представили За 18 лет 100 долларов Превратились В 1.782.500 Это историческая статистика Вы можете ее проверить Но эти компании Были нужны людям Эти технологии Были нужны людям По мере того Как они о них узнавали И получается Что в данный момент Это самые большие Гиганты Гигантские компании Которые Кроме того Что капитализируются И продолжают Улучшать И увеличивать Свои Так скажем Активы Свою стоимость Что делает Дороже Акции Всех совладельцев Кроме этого Каждый человек Ежегодно Которые совладелец Данных компаний И прочих Они получают Дивиденды То есть Часть от прибыли За это Развитие За свою Дальновидность За то Что они Когда-то Увидели Перспективу В этой компании Стали совладельцем И теперь Всю жизнь Пока Компания жива И они не продают Акции Они получают Дивиденды А в любой момент Если акции Этой компании Выведены на рынок Они могут продать С огромной капитализацией С огромным умножением Но опять же Это уже Финансовая грамотность Тут надо взвешивать Сравнивать Решать Что конкретно Вам нужно Именно здесь И сейчас Но точно Есть понимание Что То что людям Необходимо Люди Развивают Люди Берут Это Когда-то Были пейджеры И на смену Пришли Телефоны Мобильные В любом случае Со временем Народ Как единая масса Как единый Здравомыслящий Организм Они будут Принимать Лучшее Они будут Принимать Все самое Так скажем Все самое Хорошее Которое Что каждый Человек Хотел бы Жить В лучшем Мире В более Чистом В более Безопасном И конечно же В благополучии Изобилии Так вот Дамы и господа Перед вами Именно Такой проект Именно Такой проект В котором Вы можете И Развиваться Здесь И сейчас Не Так скажем Не Отдавая Часть своих Ресурсов Часть своего Заработка А наоборот Либо Вы можете Развивать Данную технологию И участвовать Как совладелец В этой технологии При том Что Вся технология В данный момент В общем целом Принадлежит Обычным людям Таким как Мы с вами Только Есть Вопрос В будущем Потому что Сомнений В том Что данная технология Выйдет В мир И Уже Точнее Она Выходит В мир Уже Есть Первые Адресные Проекты Которые Строятся И то Что Она Будет Приносить Огромную Пользу Это Факт Вопрос Будем ли Мы Только Платить За то Чтобы Проехать На этом Транспорте Хотя Сразу Скажу Что Все Виды Традиционного Транспорта Гораздо Дороже По Строительству И И Использованию Чем Тот Транспорт Которые Предлагаем Мы Здесь В Skyworld Комьюнити И Вопрос Будем ли Мы Только Платить За эти Билетики Либо Мы Еще Будем Получать Прибыль От Того Что Люди Ездят На данном Виде Транспорта Это Вопрос Для Каждого И Перед Вами Не Просто Концепт Или Идея Перед Вами Целая Уже Почти Полностью Сформированная Технология Которая Сделает Мир Абсолютно Для каждой Страны Абсолютно Для каждого Города Возможным Улучшить Этот мир Сделать Его По-настоящему Миром 21 века И мы Это можем Сделать Все вместе Потому что Интернет Дал нам Такие Возможности Пятый Технологический Уклад Дал нам Возможность Перейти В шестой Потому что Как только Мы изменим Скорость Передвижения Пассажиров И грузов Это изменит Все И для каждого Мы будем Быстрее Передвигаться Мы сможем Больше Сделать Мы сможем Больше Путешествовать И больше Работы Сделать За одни Сутки Быстрее И безопаснее Передвигаться В своих Городах И платить Меньше За товар Потому что Он идет Быстрее Потому что Он идет Автоматизированно И без Человеческого Фактора То есть Плюсов Множество Десятки И десятки Данных Плюсов И именно Таким Транспортом Разрабатывал Его гениальный Ученый Анатолий Эдуардович Ленинский И то что Вы видите Сейчас Это Белоруссия Буквально 60 километров От Минска Я в Даугвпилсе Это чуть Мне кажется 400 километров От Даугвпилса Находится Будущее Уже Здесь я Был сам Катался На разных Витах Трасс На разных Витах Транспорта Уже в железе Они уже Для проката людей Насколько Эта технология Так скажем Успешно Развивается И она Может быть Внедрена Где угодно И куда угодно Почему Это дело Народа Да потому что Только народ Заинтересован В таком Транспорте Который Ему Очень дешево Обходится Который Быстрый При этом Самый быстрый Который Самый удобный В котором Мы свободно Не надо рулить И быть Внимательным И так скажем Вся безопасность На высшем уровне В 2000 раз Безопаснее Чем автотранспорт Первого уровня Нету никаких Боковых перекрестков Не может быть Столкновений Ни боковых Ни прямых То есть Данная технология Была рассчитана И изобретена Уже более 20 лет И в течение 20 лет Проходило Множество критики Но наш Генеральный конструктор И изобретатель Данной технологии Только улучшал И только совершенствовал И сейчас Уже На наших заводах Пятое поколение Транспорта Развивается Дамы и господа Это Действительно Будущее Потому что Уже транспорт Из такого Из которого Некоторые говорят Да Это все Компьютерная графика Где это такое есть Я стоял Под этими транспортами С собственным телом Обнимал их И катался Внутри Потому что Я часть Создания этого Я вложил Часть Своего времени Своих ресурсов В то Чтобы это произошло Потому что Я понимаю Что это действительно важно Но я не понимал этого До того Как начал изучать То есть Недостаток знаний Он очень сильно влияет Ведь Из недостатка знаний Мы не можем Так скажем Сделать Действительно Взвешенные Аргументированные Решения И Из-за этого Делаем много ошибок Но как только Я начал изучать Этот вопрос Я сразу понял Что это один Из самых Важных проектов В истории человечества Первых Самых актуальных На данный момент Потому что У Анатолия Эдуардовича Юницкого Целая серия Технологий Которая связана Со всей жизнью Начиная от Транспорта И дома В которых будут жить люди И агротехнологии И очищение воды И земля Плодотворная На которой мы будем Выращивать Чистую Полезную Пищу И строение Экопоселений Экогородов Линейных городов И даже Электричество Полностью чистое Которое хватит Всему Населению планеты Более чем на 5000 лет Вакуумное стекло И прочее Так еще и Вынос вредного Производства На орбиту Земли В ближний космос Там где нету Понятия экологии Там где наши заводы Не будут разрушать Все живое На нашей планете Потому что Наша биосфера Это та часть Та прослойка Которая между Поверхностью планеты И стратосферой Именно она Часть для жизни Часть для нас Для флоры Фауны и человека И Наша техногенная Сфера Не может Такими масштабами Именно вредоносно Ужиться На том же пространстве Где и биосфера С учетом развития Нашей технологии Нашего потребления Наша техногенная Сфера Просто уничтожен Либо быстрее Мы расшатаем Нашу планету И ее целостность И катаклизмами Торнадо Цунами И землетрясениями Она нас просто Сотрет Как вирус Потому что Мы мешаем Мы дисбалансируем ее И только По технологиям Анатолия Эдуардовича Яницкого Я увидел Что есть на планете Человек И реальные Технологии Реальные решения С помощью которых Мы можем Уйти От точки невозврата Уйти от точки Когда нашу планету Нельзя будет восстановить Уйти от точки Когда разрушится Наша цивилизация И пойти По другому пить По другой Перезагрузке По другому вектору С помощью Экологических технологий Вокруг себя Выстраивая их Постепенно И по чуть-чуть Но уже На масштабах планеты Потому что Sky World Community Это международная Планетарная компания Планетарная комьюнити Которая Меняет этот мир Ведь это лишь Первый проект Дамы и господа Но который уже Успешно завершается Поэтому я прошу Обратить ваше внимание На то Что у людей Есть огромная сила У каждого человека И особенно Когда их Двое Трое Сто Тысячи Миллион Или миллиард Мы можем Изменить этот мир Именно в ту сторону В которую нам Необходимо Стоит только Узнать об этом Побольше И поверить в это Ведь Почему это касается Каждого Транспорт Мы У нас 8 миллиардов человек Мы все Так или иначе День Другой Раз в неделю Раз в месяц Либо 300 раз в месяц Куда-то Передвигаемся И У нас есть транспорт Это дало нам Развитие Это дало нам Расселиться По всей планете Торговать И обучаться И здесь Этот транспорт Например Водный транспорт Для человека 21 века Более не подходит Потому что Его скорость Слишком мала И Можно Грузы Или пассажиров Передвигать Недели Даже Месяцы Плюс Это очень Дрогостоящее Огромная затрата На топливо Для перевяжения Подобных грузов Либо Аэропорты Да С одной стороны Кажется это быстро С другой стороны Прибавьте все время Что вы Собираетесь Приезжаете Сдаете чемодан Ждете Идете в гейт Потом ждете Свои посадки Идете в самолет Потом ждете Пока самолет Так скажем Ему позволят Вылететь И потом еще Примерно Такой же путь Когда вы После того Как вы приземлились То есть В общем целом Он является Уже не таким Быстрым Если смотреть Всю Весь процесс И достаточно Дорогостоящим Одним из самых Дорогостоящих И представьте Эти точки Это аэропорты Умножьте их На 30 И это получится Количество самолетов Которые летают У нас Над поверхностью Земли Сжигая Огромное количество Топлива Порция нам В воздух Делая его Непригодным Для дыхания И для жизни И опять же Какие это Затраты наших Ресурсов Здоровья Ресурсов планеты Средств Времени Этот транспорт Тоже не подходит Не подходит Для человека 21 века Мы не можем Решать глобальные Вопросы 8, 9, 10 Миллиардов Человек С помощью Подобного Транспорта Это просто Нерентабельно А значит Это не подходит Для человека 21 века Тем более Когда Как минимум Тем более Когда есть Другие варианты Когда они Предлагаются Когда они Уже Просертифицированы И даже Доказаны Что Они Полезнее И гораздо Более Эффективны Но опять же Об этом Могут узнать Только те Кто Интересуется И тогда Понять Что Действительно Либо Давайте Рассмотрим Два транспорта Который Всегда Так скажем Был В умах Людей Здесь В последних 200 лет И сейчас Даже не совсем Представляешь А как могло Быть по-другому Это транспорт Железнодорожный Средняя скорость Которого Сейчас 15 км в час С учетом Погрузки И разгрузки И он является Достаточно Травмоопасным Очень Неэкономичным Огромные Деньги На строительство И огромные Ресурсы Времени И самих Ресурсов Планеты Уходят На строительство Подобных Трасс Хотя Когда-то Они приносили Огромную пользу Но сейчас К сожалению Нет И Автотранспорт Еще один Транспорт Первого уровня Который Делает Жизнь На нашей Планете Суперопасным Потому что Это сейчас Автотранспорт Является Самым опасным Видом Транспорта На планете Самым опасным Самым смертоносным Который Когда-то Был Настолько Полезен И посмотрите Да Это развило Очень сильно Наш мир Но Было время Когда этот Транспорт Был более Полезен Чем Вреден Но был Вреден Всегда А сейчас Он Более Вреден Чем Полезен Наши города Стоят Дышать Нечем В некоторых Городах Можно покупать Воздух Например В Японии В специальных Автоматах Можно купить Чистого воздуха Подышать Нормально ли Это Я думаю Нет Но Конечно Мир Дышится В некоторые Города Нельзя Заехать С определенными Машинами С определенным Двигателем Внутреннего Сгорания Должен быть Именно Специальный Который Невредящий Либо Есть места Где Просят Оставить Транспортные Средства И дальше Не ехать На них И пересесть На электрокары То есть Мир потихонечку И в 20-м 25-м 30-м Годах По принятию Решения Еще до 20-го года Было Решение О том Что будут Отказываться От двигателей Внутреннего Сгорания От производства И от продажи То есть Мир движется Постепенно В сторону Экологии Но глобально Как у Анатолия Эдуардовича Яницкого Ни у кого Нету Видения И решений Чтобы спасти Наш мир Если мы будем Двигаться По чуть-чуть Не развивая Проекты Юницкого То мы Не спасем Себя От точки Невозврата Мы просто Чуть-чуть Ее откладываем А скорость Нашего движения В пропасть Достаточно Велика Я обобщаю Нас Понятно Что это делает Кто-то Определенный Но Все люди Сейчас участвуют В том Что происходит На нашей планете Все люди Имеют мнение Имеют Возможность Делиться Информацией Знаниями Призвать Кого-то Другого Близкого Изучить Что-то Новое Посмотреть На вопрос С другого Угла И именно Сейчас Каждый Человек Способен Влиять На это Ведь Есть 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 Интернет У вас Есть Такая Информация Есть Возможность Потому что Раньше Этого Не было Раньше Не было Интернета Не было Таких Проектов Не было Возможности Участвовать Что-то Что-то Менять На нашей Планете Континенте Сорок Гектара Это Возможность Для каждого Решить Что он Хочет Оставить После себя В своей жизни И еще раз Это касается Каждого Даже если Не имеете Вы транспорта Катаетесь На общественном Либо Имеете Транспорт Либо живете В лесу Вообще И никогда Не были В городе И сейчас Каким-то Волшебным Способом Подключились К данной Встрече На каждого Влияет Все Что происходит Даже на другом Континенте И если Наша Техногенная Сфера Продолжит Движение В этом Векторе И люди Не объединятся И ничего Не сделают Потому что Это могут Сделать только Люди Остальным Невыгодно Те Кто владеет Технологиями Которые Разрушают Нашу Экологию Они получают Прибыль Они Не думают В большинстве Своем О том Что останется После них И не хотят Тратить свою Прибыль На модернизацию Технологий Для того Чтобы меньше Вредить Потому что Это бьет По прибыли Это придется Очень много Своего Уже работающего Бизнеса Перелопатить Изменить Сломать Либо убрать Либо вообще Переквалифицировать Потому что Этот бизнес Более вообще Непригоден Для человека 21 века Здравомыслящего Который хочет Жить здраво И благополучно Поэтому Только люди Сами люди Объединившись Могут Принимать Решение В сторону Того мира Который нам Необходим Все равно Все трассы В большинстве Своем Будут строиться В городах И странах За деньги Налогопотельщиков За наши же средства Вопрос в том Что люди Сейчас Могут Предоставить Другую Альтернативу Создать Еще один Выбор Чтобы когда В стране Выбирали А какой Транспорт Мы будем Выбирать В этом городе Или Междугородник Там был Еще струнный Транспорт Анатолий Эдуардович Который Будет давать Самые Большие Характеристики По всем Параметрам И при этом Будет стоить Меньше всего Занимать Меньше всего Земли Тратить Меньше всего Ресурсов Планеты И пользоваться Им Будет Комфортно Удобно Безопасно И дешевле Всего И при этом Более 20 миллионов Километров Дорог Мы можем Построить С данным Проектом И с данной Компанией По всему Миру И каждый Проданный Километр Каждый Проданный Подвижной Состав Все Трассы Все Станции И абсолютно Все Что связано С этим Транспортом Будет Приносить Прибыль Тем Кто Владеет Данной Технологией Всем Совладельцам Которых Сейчас Уже Более 500 Тысяч Человек Вы представляете Какое влияние Сейчас мир Делает На людей И какое влияние Люди Наконец-то Могут сделать На этот мир И это Наша возможность Наша ответственность И у каждого Есть возможность Решить Пройти Мимо Данной Технологии Данной Возможности Или задержаться У меня Получилось С третьего Раза Первый раз Я вообще Не поверил Что Да какие Там Думаю Инвестиции Это конечно Все классно Или Инвестиции Но где я А где инвестиции Через полгода Я уже подумал Ладно Это интересно И инвестиции 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 И что Это лишь Начало Самый Старт Самая Простая Самая Необходимая Сейчас И тогда Я подумал Ну ладно Мне все Нравится То что я Слышал До этого Надо наверное Хотя бы Часок Поизучать Поизучав Часок Я поизучал Два А потом Три И оказалось День А потом Стреться с человеком И два месяца Дербанил Потому что Не знал Что есть Такие Вебинары Что кто-то Рассказывает Может Поведать В краткое время О таком Большом Количестве Информации И я два месяца Работал Точнее не работал А искал Изучал Абсолютно Неизвестную Для себя Сферу И принял Своё решение Что даже Если это Не получится Я Обязан Тому Как я Желаю Добра И любви Миру Этому Всему Живому Я обязан Частичку Себя Положить В это Дело Передать Частичку Своей Энергии Может быть Своего Времени Может быть Своего Ресурса Этому Гениальному Учёному Который Не то Частичку А всю Жизнь Положил В создание Новых Инновационных Экологических Технологий Для того Чтобы Освободить Людей Потому что По Философии Анатолия Эдуардовича Юницкого Он Хочет Чтобы Мир Жил В полном Благополучии И изобилии Чтобы всем Было безопасно У всех Был кровь над головой Все Нормально питались И имели Много Свободного Времени Потому что Наши технологии Развились Уже до такой Степени С искусственным Интеллектом Алгоритмами И Так скажем Всеми нашими Роботами Что Большинство Нудной Обычной Работы Либо Системной Работы Для которой Не нужно Ума Это просто Рутинная Работа Либо Опасная Работа Всю эту работу Может выполнять Наша техногенная Сфера Экологическая Техногенная Сфера То есть Наши компьютеры И наши роботы Могут справляться С огромным Количеством Задач Освобождаемым Время Для жизни Для творчества Чтобы жить Творчески Чтобы Так скажем Технологии Могут забрать Часть наших Забот Оставив нам Не Восемь часов В день Работать А всего Три часа Два часа Потому что Большинство дел Если правильно Их Сорганизовать По технологиям Могут быть сделаны Нашими помощниками Нашими компьютерами Нашими роботами Главное Правильно Направить И при этом Мы будем жить В благополучии Изабыли В его Философии В его книгах Во всех его Технологиях Прослеживается то Что мы сможем Сделать рай На земле И не только На земле Потому что Он знает Конкретно Как Это сделать И если вы Зайдете на сайт Unitsky.engineer Это сайт Нашего Генерального Конструктора Вы увидите Что это Действительно Так Что у него Действительно Есть технологии Которые Можно изменить Мир И он Делится Ими Начиная С 66 Года Этот Ученый Так скажем Развивается Без границ Для того Чтобы передать Будущему Поколению Лучшую землю С лучшими Технологиями И эта Философия Прослеживается Везде Это Гениальный Ученый Это Леонардо До Винчи Нашего Времени И Та технология Которую Он предлагает Unitsky Stream Technologies Это Самая Оптимальная Самая Эффективная Самая Безопасная И Это Так скажем Можно было Изначально Увидеть Пользу В этом Глядя на Его Предыдущие Работы На Предыдущие 40-50 лет Его жизни Он Создал Более 200 Научных Работ Более 20 Монографий И Создал Свыше 150 Изобретений В сферах Строительства Транспорта Машиностроения Электронной Электронной Химической Промышленности То есть Этот человек Со многими Высшими Образованиями С одним Из образований Патентное Право Что защищает Все технологии Он Знает Как Создавать Как Изобретать Как Собрать Из чего-то Лучшее Собрать Это Уникальным Путем Как Сделать Экологичное Как Это Защитить Ну И Конечно Как Это Сертифицировать Ведь Сейчас Большая Часть Нашей Технологии Уже Народ Собрался И под его Началом Сделал Новый Вид Транспорта То есть Я вот Сейчас Себя же Откидываю Лет на Десять Назад И Задать Себе вопрос Можно ли Сделать Новый Вид Транспорта Я бы Сходу Сказал Нет Ну Потому что В голове Как-то Ну Можно Плавать Можно На конях Перемещаться Не знаю На кенгуру Залезть Можно На какой-то Повозке Можно Летать На самолетах Можно Плавать Под водой И ехать На железной Дороге И как-то Все Ну то есть То что уже Изобретено Тут сильно Ничего нового Не придумаешь А оказывается Есть Настолько Более Эффективные Технологии Что Да они Как будто Очевидны Как это Так Никто Не видел Этого Хотя Анатолий Эдуардович Более Последних Более Двадцати Или даже Уже Тридцати Лет Последних Предлагает Эти технологии Только его Никто Слушать Не хочет Представляете Если сейчас Есть люди Которые Не могут Поверить Что мы Уже Вот это Делаем Создаем Что этот Транспорт Может катать Людей По струнам Что это Физически Возможно Анатолий Эдуардович Говорит Это Пятый Седьмой Класс Советской Школы Физики То есть Все Вообще Легко Возьмите Любую Книгу Либо В разных Статьях С сайта Unisky Инженер Там И приведены Прям формулы Вы сами Можете Посчитать Насколько Это Разумно Либо Обратиться Просто К тому Что Он получил Уже Премию Мира В 2018 Году В Братиславе Словакии Где Признали Ученые И Деятели Мировые Все Его Технологии Как Одни Из самых Так скажем Наилучших В мире Что это Действительно Прорыв Следующая Будет Нобелевская Премия Которая Есть у Самых Высших Умов Нашей Планеты Но Он Там Представил Уже Даже Целую Серию А мы Здесь Говорим О самом Маленьком О самом Понятном Но О самом Актуальном Транспорте Технологии Прошу Прощения Транспорт Именно Самый Первый Самый Актуальный Который Мы Уже Успешно Реализуем И Возможности В данный Момент У каждого Человека Помочь Ускорить Эту Сертификацию Ведь Даже При том Что мы Уже Заканчиваем Абсолютно Каждый Человек Важен Важен Как Своим Словом Так И Своими Ресурсами Своим Делом Ведь Сейчас Так Скажем Более 80% Уже Готово И У нас Осталось Тяжелые Грузовые Трассы Про Сертифицированность И Скоростная Трасса С передвижением До Скорость Абсолютно Нормальная С той Аэродинамика Которую Придумал Анатолий Эдуардович Ничего Сверх Естественного Это Просто Наука Которой Анатолий Эдуардович Владеет Перфектно И Не мы Уже Одни То есть Не только Этих 500 Тысяч Единомышленников И Сам Юницкий Делает У нас Уже Огромный Штат Есть Почти Тысячу Сотрудников Высоклассных Специалистов Вводят Эту продукцию Уже Даже Немало Серийную На высшем Передовом Уровне То есть Все Это Создали Люди И Главная Задача Для чего Они Этого Создали Для Сертификации Для того Чтобы мы Могли Построить Испытать Продемонстрировать И В конце Просертифицировать Данную Технологию Как я Говорил Что Она Безопасна Что Она Соответствует Своим Характеристикам Что Она Вот Такая Вот Служит Вот Столько Экспозиционные Расстраты Вот Столько То есть Все Детали Информационные Которые Необходимы По Бюрократической Части Любому Заказчику Частному Либо Это Мэрия Города Того же Либо Риги Либо Москвы Лос-Анджелес Дубая Либо Целой Страны Когда Страна Будет Контактировать С нашей Компанией И Будет Заказывать И Говорит Нам Необходимо Три Трассы Венспилс Четыре Трассы В Даугавпилс Восемь Трасс В Ригу И еще Три В Резекна И три В Лепую В Валберу И в Цессис По две И они делают Огромный Этот заказ Плюс Междугородние И мы Таким образом Будем Пользоваться И каждый Совладелец Компании Получит С этого Огромную Пользу Кроме Того Что он Ее Уже Сделал В этой Стране Где есть Подобные Струнные Трассы В этих Городах Качество Жизни Людей Улучшится Скорость Передвижения Улучшится Эффективность Каждого Человека Улучшится Мы сможем Успевать Сделать За один День Больше Поэтому Каждого Это Действительно Касается Особенно Еще раз Повторю При том Что каждый Человек Может Ускорить Это И стать Частью Этого И Как Приятно Сказать Наша сертификация Успешно Продвигается И уже Четырнадцатый Этап Значит Все Что было Написано В четырнадцати Этапах Мы успешно Воплотили В жизнь То есть Совместно Собрали Финансирование С миру По нитке Как называется Но сделали Самую Уникальную Транспортную Инфраструктуру В мире Аналогов Которые Нет И конкурентов У которой Нет Потому что Подобного Еще Никто Не создавал И Это Для нас И пассажирский Транспорт Разного Вида Который Мы можем Устанавливать В любых Городах Что Уже В существующих То есть Эти трассы Могут Проходить Сквозь дома Над домами По диагонали Сбоку Вдоль Через реки Через овраги Уже сейчас Я лично Катался На транспорте На трассе В которой Четыреста метров Между опорами То есть Представляете Четыреста метров Не нужно Ничего делать С ландшафта Пусть Флора И фауна Остается Вообще Нетронутая Наша планета Пускай она живет И процветает И мы рядом с ней Будем жить И процветать А транспорт Идет сверху Минимальный землеотвод Как обычная Пешая тропинка Скажем Вот если километр Через лес строить Займет Вот Чуть-чуть Совсем И у нас Идеальный транспорт Который И В новых городах И в существующих И в вечной мерзлоте И в полной жаре То есть Везде На нашей планете Где только можно представить Даже где болотистые местности И наводнения Можно строить Подобный вид транспорта И он при этом Будет эффективен И без человеческого фактора Потому что он Будет работать сам Сообща Закрывающая технология Что означает Что она автономная И она снимает с нас И обязанности И какие-то опасности И представляете Более чем за 5 лет Мы сделали Не то что Один вид транспорта Как в существующей Так скажем Отрасли Автопрома За один Транспорт Могут выложить Полмиллиарда От разработки До выхода на рынок И можно потратить От 5 до 10 лет Например На пикап А мы За 6 лет Можно сказать Создали Не один От 12 видов Причем Видов транспорта Не просто моделей Точнее Не просто экземпляров А моделей Нескольких из них По несколько видов Ну несколько Так скажем Экземпляров И это еще несколько В виртуальной среде Плюс К самому транспорту Создали трассы Которые сейчас 7 трасс В Белоруссии И 4 трассы Некоторые сейчас Достраиваются В объединенных Арабских Эмират Под каждый Разный вид Под самые дальние районы Решения последнего километра Там где Там где Несколько тысяч Там Или несколько сотен Населения Населенного пункта И туда Нужна Минимальная трасса Которая будет Меньше всего стоит Занимать мало ресурса Мало места Но тем не менее Будет делать свою пользу Либо прогулочный транспорт Уже чуть для большего Юнибус То есть опять же Если у нас уже там Тысячи Десятки Тысяч Трассы Либо Юникары Большие Многосоставные Могут быть Хоть Семь Там не знаю Семь транспортных сред Вместе можно сбить И отправить По Берельсовой трассе То есть Это для Огромного В десятки Тысяч Пассажиров Пассажиров В час Есть возможность Создавать Трассы И транспорты Очень гибкая технология Юницкий позаботился Об этом Для того Чтобы Эта технология Подходила В своем Купе То есть В своей системе На втором уровне По струнам Она будет подходить Для любого Уголка Нашей планеты И это Самый Безопасный Для транспорта В две тысячи Раз безопаснее Чем автотранспорт На первом уровне Ну и конечно же И внелет Передвижение Которое Более всего Меня интересует Передвижение До 600 км в час Потому что Это Действительно Даст Абсолютно Новые возможности Для каждого человека Представляете Вы сможете Жить В пригороде И моментально Добираться До своих дел Потому что Скорость будет 150 км в час Либо вы можете Жить за городом В междугородней Так скажем Зоне И со скоростью 600 км в час Работать Не то что В соседнем городе Вы в столице своей Можете работать Даже если там 200-300 км Каждый день Ездить Либо вы можете Даже в другой Столице работать Выезжать каждый день В другую страну Поработать И в этот же день Тратя немного времени А совсем чуть-чуть Времени Возвращаться домой Или представляете Как ваши возможности Возрастут Если вы можете За один день Посетить Несколько стран И вернуться домой То есть Как Возрастут Возможности Каждого человека Торговли Строительства Преподавания Обменом опытом Весь мир Все население планеты Станет Невероятно быстро Развиваться Именно Из-за физического Передвижения Грузов И пассажиров И это та часть Кроме экологичности И безопасности Которая К транспорту И к нашему миру Сейчас больше всего Относится То есть Это то Что необходимо В первую очередь Решить Потому что Транспорт Который у нас Сейчас есть Он уже даже Свою функцию Не выполняет Города стоят Особенно там Где много Людей И много Транспорта И представляете Только люди Могут это изменить Только в интересах Самого народа Это И поэтому Именно Обычные Люди И приглашаются На встречи Которые Возжелают Сделать Свою полезный Вклад в этот мир Которые поймут Насколько это важно Которые верят в себя И чувствуют себя Хозяевами этой планеты Говоря не только Что это моя планета И я буду делать С ней что хочу Нет Это еще моя планета И я постараюсь Оставить после себя Ее в наилучшей форме Но и Вернусь конечно И к материальности тоже Ведь Пассажироперевозки Это одно дело Есть еще и грузоперевозки И в эру Потребления Это является Одной из главных Задач Транспорта Грузоперевозки Особенно при том Что это Самый дорогостоящий Бизнес И самый прибыльный Он же еще и Самый коррумпированный И поэтому Все что связано С нефтедолларом И передвижением Уже традиционными Видами транспорта В штыки Воспринимают Такой вид Транспорта Который Вытеснит Все остальные Как смартфон Вытеснил Пейджер Или смартфон Вытеснил Письма Но в чем Есть хорошее Отличие И хорошая новость Для каждого человека Кроме того Что мы принесем Самую большую пользу На данный момент Для всего человечества И для всего остального Живого мира Еще 12 миллионов Живых видов организмов Так это еще и Самый прибыльный Бизнес Который будет В руках народа То есть Самый дорогостоящий Бизнес Будет В руках народа И он будет Кормить Сам народ Улучшая Их Благосостояние А с помощью Анатолия Эдуардовича И компании Sky World Community И этой прибыли Вы сможете развивать Будущие проекты Экологических технологий То есть Это Шаг Постоянного развития Когда Вы в достатке Когда Вы занимаетесь Благостной деятельностью Когда вы улучшаете мир И это Дает лишь вам Больше свободы Больше блага И еще больше Дает возможность Пользы Принести этому Миру Именно Такой Эффект Даст Завершение Этого проекта Завершение 15 этапа Данных Струнных Транспортных Технологий Для каждого Человека Но Особенно Это даст Огромную пользу Для совладельцев Данной технологии И Грузы тоже Бывают разные Анатолий Эдуардович Так скажем Взял Все Необходимости Рассмотрел Ведь Груз может быть И штучный И Сыпучий И жидкий Но самое главное Это контейнеры То есть Уже так Как переводятся Грузы В нашем мире Здесь и сейчас Именно таким образом Как с Юниконтами То есть Мы Наши транспорты Могут перевозить Контейнеры Абсолютно Любого Типа 20 40 Футовые Контейнеры То есть Морские То есть Абсолютно Вся грузоперевозка Может быть Перенята Сначала Наша технология Придет на помощь Как В пассажирском Транспорте В городах Где Сейчас Нету Скорости Везде Пробки И нечем Дышать А маленький Землеотвод Посредине Между этими Шестью И четырьмя Полосами Его хватит Для того Чтобы поставить Линию общественного Транспорта Которая будет Передвигаться Со скоростью 150 км в час Без пробок Если это сделать С правильной Логистикой То есть Без лишних остановок Вы сразу садитесь В маленькое транспортное Средство И оно без Промежуточных остановок Едет конкретно На вашу остановку Что невероятно Ускажает Эффективность Каждого человека Это очень потрясающе Описано В работах Анатолия Эдуардовича Новая логистика С новым транспортом Принесет Как в существующих Так и в новых городах Потрясающую Работоспособность И эффективность Каждого человека Как в работе Так и в отдыхе Но такой способ Грузоперевозок Позволит нам Просто Изменить Эру потребления Мы будем меньше Ждать наш товар Он будет быстрее приходить Мы будем меньше За него платить Потому что он не стоит Где-то Очень долго Пока его там Пересортируют Довезут До нас И так далее Груз поставлен Транспорт пошел Туда Куда ему приказано Без всяких ошибок И он будет там Моментально Быстро Насколько это только возможно По отношению К его скорости Вот Есть даже разработки Как Юнитранс Это разработки Разных месторождений То есть Анатолий Эдуардович Продумал Все Направления Жизнедеятельности Человека И модернизировал их Для того Чтобы мы были Человеком 21 века Наши технологии Сейчас дают Гипервозможности Вопрос Что они сдерживаются От нас Кем-то По каким-то причинам И вопреки этому Наоборот Делает Анатолий Эдуардович Рассказывает И показывает Свои технологии Более 40 лет Старается спасти Эту планету И находит Единомышленников С каждым годом Все больше Которые помогают Развивать Данные технологии Ведь смотрите Даже морской порт Может быть Сделан по-другому Самые дорогие Стоящие на земле Работы Это земляные работы Работа с землей Ландшафт И так далее Дороже этих работ Только там Где вода Соприкасается с землей Это как раз Строение портов Которые очень эффективны В которых Наши грузы Контейнеры Передвижения Между континентами Они стоят там Очень долго Простой Одних суток Может стоить Миллион Для такого корабля И все эти потом Лишние затраты Простой И так далее Они делятся На конечного потребителя То есть Мы с вами В конце концов Платим За каждый товар И за всю Его ветку От производства До доставки До нас Мы можем Это ускорить Потому что смотрите Такой порт Строится на шельфе моря Далеко От берега Тем самым Почему возле берега Вырывают Сильно много И это так дорого стоит Потому что Корабль У него большое Ведоизмещение И от поверхности воды Он слишком Низко Так скажем Нужно землю вырыть Там где вода Чтобы корабль Не сел на мель А тут Мы решаем Этот вопрос Вообще Как с огромной площадью Где хранится В пять этажей Все эти контейнеры Опять же Мы простаиваем Мы дольше ждем Мы дольше платим И так далее А тут Любого рода Корабль Может подойти На шельф моря Это прибрежная зона Чуть-чуть дальше От берега Где еще ровный Так скажем Берег До него можно достать На нем можно строить Но уже корабли Будут подходить Любого масштаба И не нужно будет Ничего вырывать Снизу На таком В такой порт Приходит корабль Берет груз Ставит его на Юниконд Как вы видите Вот здесь вот На среднем Рисунке И этот Юниконд Уже с направленной Задачей Что он идет Именно в Латвии Именно в Даугавпилас На какую-то Определенную базу Где потом Эти товары Можно будет забрать Либо их Развозят по магазинам Он идет сам Никого не ждет У него есть четкая задача И он без человеческого фактора Сам Поскольку это умный Так скажем Умное устройство Умный робот Он двигается В нужном направлении Максимально быстро Без остановок Не устает Ничего И доставляет нам груз То есть Таким способом Могут Все порты Модернизироваться Эффективность Сотни процентов Плюсом Мы рассматривали Более детально И как только сейчас Будут Так скажем Еще лучшее продвижение Связанное Особенно с грузовыми трассами Множество портов Особенно наших коллег Я уже слышал от них Это что Поедут Особенно порт Бельгии Потому что он Невероятно большой Эффективный И он Уже более Двух лет Ожидает Возможность И сертификацию Некоторых видов Нашего транспорта Потому что Сотни процентов Эффективней Станет такой порт А это значит Что и все Что с ним связано И доставка наших Грузов Станет так же И опять же Кто будет получать Прибыль За эту модернизацию И улучшение Мы Дамы и господа Потому что Анатолий Эдуардович Сделал все так Что каждый адресный проект Каждый проданный километр Каждая поставленная станция Каждый проданный Подвижной состав Со всего Прибыль будет идти Каждому совладельцу Компании Кто сейчас На начальных этапах Ее поддержал На начальных этапах Это с первого По пятнадцатый Потому что После окончания Пятнадцатого этапа Компания уже Завершила все сертификации Она выходит На самофинансирование Что это значит Это значит Наша компания У нее есть И штат Все разработано Сертификации готовы Есть свои заводы Есть предзаказы Есть проплаченные Уже Адресные проекты И компания Без привлечения Внешних каких-то Инвестиций Внешних финансов Она уже берет заказ Делает Получает прибыль Развивается Платит дивиденды Это компания Которая вышла На самофинансирование Мы же ее поддерживаем Тогда Когда она еще Не вышла На самофинансирование Когда она еще Полностью не встала На ноги И вот таким Способом Мы в данный момент На 14-15 этапах Дамы и господа Вы как только Увидите Весь перечень Технологий Эко-мира Вы поймете Насколько Эта глобальная Технология Транспорта На самом деле Мала Насколько она Земная И понятная По отношению К остальным Технологиям Ведь Далее будут Линейные города В единении С природой Мы будем делать Так что Природа Будет работать На нас А мы ей при этом Никак не вредим Здания Доминанты Которые дают Полное электричество Здания В которых мы живем Будут давать нам Питание Сейчас как раз Вышло видео Про эко-дома В Белоруссии В Мариной горке В нашем Эко-технопарке И рядом В парке Акварель Как здания Цветут И развиваются Еще лучше Если там Живут люди Чем больше людей Тем больше Все плодовые Растения Кустарники И все Что связано С питанием Все будет Продвигаться Лучше Развиваться Лучше То есть Здания Которые Сами себя Могут Обеспечивать Также и города Эко-поселения Линейные города Кластерного типа Где могут жить От 1 тысячи До 5 тысяч Человек И иметь Абсолютно Все что ему Нужно То есть Не быть Связанным Ни с ближайшими Городами Ни с другими Континентами А производить Для жизни Воду Тепло Электричество И все продукты питания При этом жить Экологически чисто Скажите Невозможно Фантастика Более 40 лет Уже На данный момент Этот ученый Показывает Не просто Концепции Или предлагает А было бы здорово Или А давайте Нет Он изобрел Технологии И презентует Их Всего миру Задача наша Лишь сейчас С такой возможностью Как интернет И такое развитие Проектов Компаний Корпораций Как с элементами Народного финансирования Когда люди Поддерживают Проект Развивают Его И становятся С владельцами Сейчас С помощью Этих инструментов Мы можем Делать рай На нашей планете Все вместе Успешно Мы это доказываем Сейчас Потому что То что вы видели В видео И фотографиях Это сделали люди Обычные люди Которые каждый Отдельно Может быть Этого и не сделал Но вместе У нас получается Сделать наилучшее У нас получается Сделать то Что можно назвать Раем И теперь Стоит задуматься Насколько Мы хотим Рая Для нас Самих Для нашей жизни Насколько Мы хотим Этого рая На нашей земле Для своих детей Для своих внуков Я думаю Я думаю Что у каждого Человека Было такое Желание Жить Благополучие Изобилие Дамы и господа Сейчас Я познакомил вас С возможностью Как Это можно сделать Абсолютно Каждый человек Может стать Частью Этой технологии Своими ресурсами Своим временем Либо своим голосом Передачей знаний Как я сейчас Передаю вам То что я изучил За 6 лет Так и вы можете То что изучили За час За два В течение пяти минут Передать другим людям И дать им возможность Онлайн встречи Со мной На таких встречах Либо Контакту Либо Прогулки по сайту Юницкого Юницкий.инженер Либо Skyway.capital И узнать Как это работает Конечно Быстрее будет Через людей Которые в этом разобрались В этом плане You're welcome Добро пожаловать Я буду рад Поделиться теми знаниями Которые собрал За 6 лет Но и собственное Изучение Очень важно И Не надо думать Что это сложно Или это не для меня Вопрос того Что вам интересно Вопрос того Сколько вы тратите Времени На то Чтобы жить хорошо И насколько хорошо Живете Можно же заниматься Разными деятельностями Можно Заниматься Несколькими видами Деятельностей Но что точно важно Необходимо заниматься Той работой Которая Вам нравится Необходимо заниматься Той работой Которая Приносит пользу Миру Потому что Что мы оставим После себя Большой вопрос Для каждого И здесь Развивая Данные технологии Теми или иными Способами Четырьмя Разными видами Способов Развиваю Данный проект И помогаю Анатолию Эдуардовичу Я понимаю Что я действительно Живу созидательно Как творец Я творю Я создаю Я помогаю Я преподаю И я делюсь Лучшим Что у меня есть С другими людьми Поэтому Я чувствую Себя Хорошо И совесть Моя В порядке Чего И вам Всем Желаю Но Возвращаясь Технологии Это все Просто Быть Инвестором Просто Преподавать Достаточно Просто Разобраться В данной Технологии Достаточно Просто Ведь это Лишь Просто Пучки Струн Как на Гитаре Струны Только Более Мощные И Несколько Собранные В пучки И положенные В специальный Корпус Рельса В котором Еще есть Специальный Бетон Который Фиксирует Эти струны В определенном Месте В корпусе Еще поглощает Шум Чтобы Дорога Практически Не слышна Была Там 65-70 ДБ Плюс Минус Как Наш Разговор Обычный Веселый И Сверху Горловка Рельса Идет По которой Идет Стальное Колесо С самим Высоким Коэффициентом Полезного Действия Разве Это Сложно Особо Нет Что Мы Не Видели Подобных Каких-то Приблизительно Конструкций Видели Просто Уникальные Технологии Уникальные Точнее Обычные Технологии Обычные Материалы Соединенные Уникальным Способом Это И сделал Ямитский И Также Он Сделал И Трассы Трассы Под все Необходимости Человека Как Например Справа Вы видите Провисающий Гибкий Рельс Там Где 400 метров Между Опорами Я уже Лично Сам Катался Малый Пассажиропоток Или Грузопоток Полужесткий Рельс Пожалуйста Гораздо Больше Там Где Уже Несколько Сотен Тысяч Например Пассажиров Могут Жить Либо Берельсовая Ферма То есть Несколько Миллионов Или 20 Миллионов Или 30 Миллионов Могут Жить В Городе И с Помощи Жесткого Берельсового Транспорта То есть То что вы видите Слева Там Может быть И навесной Транспорт И подвесной Транспорт Плюс Внутри Еще Две Инфраструктуры Интернет И электричество То есть Энергетическая Инфраструктура Информационная Инфраструктура И транспортная Инфраструктура Целых Три Вместе И всюду Куда мы сейчас Даже не можем Добраться Местами Можно будет Построить Этот транспорт И будет Плюс Три Инфраструктуры Сразу В этом Месте То есть Человек Везде Где выстроит Подобный Транспорт Сможет Жить И процветать Со всеми Видами Транспорта Так можно Я думаю Что особенно С теми Которые По первому Уровню Идут На первом Уровне На нашей Живой Планете Которая И Меняется И заносит Бархамами Песочными В одних Местах Где-то Обледенение И заснеживание Где-то Болотистые Местности Или наводнение То есть То что Сейчас есть Не решает Проблем 21 века А то что Вы видите Перед собой Решает Все ее Проблемы И этот Транспорт Сможет Справиться Действительно С любой С любой Частью С маленьким Городом Либо с Огромным Мультимиллионным Городом Как Лос-Анджелес Либо Москва Либо города Китая Там где Вообще Десятки Миллионов В каждом Городе А в некоторых Есть даже И сотни Причем При том Что это делают Люди Просто люди И не нужно Разбираться В электромоторах Углубленно Не нужно Разбираться В том Как будут Работать Инвертор Двигателей Аккумуляторы Есть целый Штаб Людей Более 80 Конструкторских Бюро В нашем С вами Подчинении Мы являемся Совладельцами Которые Каждая Отвечает За свою Часть Разрабатывает Все лучше И лучше Под началом Нашего Генерального Конструктора Изобретателя Анатолия Эдуардовича Юницкого То есть Нам необходимо Понять Общую Часть И Поинтересоваться Досконально В тех частях Которые Для нас Важны Потому что То что я изучил За 6 лет Я думаю Это даже Не половина Того что Изобрел И создал Юницкий Хотя я изучаю Очень много Но Честно Представить не могу Как одно Существо За всю жизнь Может изобрести Так много Гениального И еще Умудриться Это в жизнь Воплощать Настолько успешно Как он это делает Но Это реальность И глядя На его транспорт На его технологии Которые Действительно Сделаны Для освобождения Человека Его свободного Времени Чтобы он мог Творить Творчески Развиваться А не только Работать На какой-то Обычной Работе Эти системы Которые он Предлагает Они Уникальны Потому что Они Дают Свободу Закрывающие Технологии Автономные И интеллектуальные Системы управления Всеми этими Технологиями Снимут с нас Большую часть Проблем И забот Потому что Например Транспорт У него машинное Зрение Он знает Что происходит Вокруг Что делать В той или иной Ситуации Заложены алгоритмы Если вдруг Видит какое-то Препятствие Я не знаю Птицу Кто-то поставил Преграду Каким-то образом На такой высоте Либо еще что-то Случилось Он принимает Решение И все транспортные Средства Вместе Объединены Как единый рой Как пчелки Трудятся вместе И сообща Решают Проблемы То есть Если нужно Приостановиться Все участники Движения Все эти транспортные Средства Затормозят И снизят скорость Либо одно транспортное Средство Может отбуксировать Другое Вперед или назад До места Ремонта Либо до станции То есть Все предусмотрено Здесь Даже просто Выход Из С этой высоты Со специальной Сбруи Вы можете Спуститься Из транспорта На землю Если вдруг Какие-то части Стали То есть Это самый безопасный Транспорт Также Даже в маленьком Средстве Более Более 250 Датчиков Которые Ответственны За безопасность И комфорт Человека Пассажира Рядом Внутри Либо груза То есть Это уникальный транспорт Который справится С любой задачей Которую мы поставим По перевозке Груза И пассажира И при этом Он будет работать Автономно На 300 километров Трассы На сотни Транспортных средств Нужен всего Один человек Один человек Чтобы этим всем Так скажем За этим всем следить И только в редких Уникальных случаях Выбивающихся Из общего Зоны комфорта Или каких-то Ну так скажем Из ряда вон выходящих Только тогда Человек Со своим человеческим фактором Вмешивается И устраняет данную проблему Если все Так скажем Представьте Сколько Человечество В сутки Тратит Времени И энергии На то Чтобы сделать Все перевозки Себя перевезти В нужное время В нужное место И все грузы Которые идут Вообще Сутками Напролет Постоянно Что С ними может Так скажем Если взять Все это время И отдать Его людям Сказать Вот эти Миллиарды часов Они свободны Вы теперь Можете Заниматься Чем вам Нужно Хотите Выспитесь Хотите Отдохните Хотите Займитесь Обучением Побудьте Своей Семьей Проявите Любовь Улучшите Часть Своего Дома Своего Города Либо Поизучайте Будущие Технологии Анатолия Эдуардовича Для того Чтобы Понимать Чем Компания Skyworld Community Будет Заниматься После Реализации Данного Проекта Ведь Именно С этой Компанией И продолжится Движение Развитие Следующих Инновационных Проектов Экодомов Гумуса И прочего 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 Всего Того Что Необходимо Человеку 21 века Но На данный Момент Нет Ничего Важнее Чем Закончить 14 И 15 Этап Именно Струнного Транспорта Второго Уровня Потому Что Именно Этим Моментом Мы докажем Что Подобного Рода Компании Работают Что Этот Инженер Гениален Что Эта Технология Транспортная Наилучшая Что Проекты Могут Развиваться Таким Сарафанным Радио И быть Сразу Со Старта Международным Найдя Единомышленников На каждом Уголке Планеты 205 Стран Регионов Официально У нас Есть Которые Инвесторы Даже Из Антарктиды Есть Четыре Так Скажем Регистрации Инвесторы Это Скажем Те люди Которые Поддержали Данную Данный Проект Есть Уже Тем Кому За сто Лет И Представляете При том Что У нас Разный Язык На котором Разговариваем Разный Менталитет Мы По-разному Думаем По-разному Живем Но Есть Что-то Такое Большее Объединяющее Что Даже При этих Разностях Объединило Людей Аж Более 500 Тысяч Человек Которые Решили Что Часть Себя Часть Своей Энергии Либо Времени Либо Заработанных Средств Они А готовы Отдать Куда-то Чтобы Сделать Этот мир Лучше С полным Мнением После изучения Что это Действительно Гораздо Важнее Чем То Куда Мы Сами Могли Бы Уделить Это Время Эти Ресурсы Бивает Овнимание Именно Таким Способом Анализируя Изучая И Развивая Люди Сделали То Что Вы Увидели Сегодня Революцию В транспортной Отрасли Революцию В технологии Революцию В самом Народе Потому Что Именно Сейчас Люди Делают Лучшую Технологию Транспортную В мире Без Государств Без Корпораций Без Банков Просто Совместно Подумайте Ведь мы Действительно Как Единый Здравомыслящий Организм Который В своем Какой-то Части Настолько Готов Ухаживать За нашей Планетой И делать Из нее Рай Что Уже Объединились Объединились И делают Это Успешно Вместе Вопрос Только Для Вас 8 Миллиардов Человек Являетесь Транспорт Наверху Безопасный А здесь Все Для меня Для жизни Для флоры Фауны Для моих детей Я хочу Такой город Я хочу Там жить Я хочу Город Где не будет Двигателей Внутреннего Разгорания Где Будут Электродвигатели Где У нас В городе Можно Будет Выращивать Как сейчас У нас Там Тополя Березы И так далее А можно Будет Плодовые Деревья Посадить Плодовые Кустарники И они Будут Экологически Чистые Эти Ягоды Эти Фрукты Овощи Например Их Можно Будет Есть Прям В нашем Городе А в Городе В котором Все Цветет И Множество Питания Возможно Легола Нет Возможно Легола Дорогие Цены На Питание Нет Я хочу Жить В таком Городе Поэтому Я Стараюсь Изучаю Не всегда Просто Не всегда Есть Время На это Но Надо Находить Необходимо Находить Если Мы Хотим Жить Частливо И Представьте Мы Сможем В будущем И Наши Дети Смогут Сесть В один Транспорт И поехать В другой Город Кстати К друзьям В другую Страну К своим Родственникам На другой Континент Съездить В горы Съездить К морю В пустыню В жару Либо В вечную Мерзлоту И все это Одним видом Транспорта Безопасным И самым Недорогостоящим В Эксплуатации То что вы Видите Сделали люди То что Кто это Завершит Это тоже будут Те же самые Люди Возможно В небольшом Прибавлении В вашем Лице Стоит Лишь Аргунтированно Для себя Принять Решение Я не призываю Никого Поддерживать Проект Я говорю Что это Возможно Но я призываю Развиваться Интересуюсь Интересоваться Посмотреть Что дает Компания Sky World Community Она дает Лишь главным Образом Информацию О том Как можно Жить по-другому Как можно Участвовать В развитии Нашей цивилизации Наших экологических Технологий Абсолютно Любому человеку Абсолютно С любым Образованием На абсолютно Любом языке В абсолютно Любое время Где угодно Вы можете Делать мир Лучше Тем Что передаете Знания И именно Компания Sky World Community Позволяет И помогает Это сделать Сайт Skyway.capital Либо Обращайтесь К тем Кто вас Пригласил На эту встречу Либо Пишите Мне Сюда В чате Вы найдете Мою корпоративную Почту И Сможете Связаться Именно по ней Со мной Я вам подскажу Как те Основные побуждающие факторы Которые вы видели В начале Могут Быть Вами Улучшены В вашей жизни То есть Как вы С помощью информации Которую сегодня услышали Можете Сделать Все те Полезности Для мира И для вас же Сами Стоит только Обратиться Я понимаю Что каждый человек Который Хотя бы раз Прочтет Что такое Экомир И уже Увидя Как развилась Первая Из технологий Никогда Не сможет Оставить То Что он Узнал Ведь Теперь Народ Вершит Историю Жизни Человечества На планете Земля С помощью Компании Skyworld Community И технологий И технологий Анатолия Эдуардовича Я убежден Что каждый Человек Хотя бы Один раз В жизни Должен Услышать О Юницком Анатолий Эдуардович О его технологиях Экомир О данном Проекте Струнного Транспорта И о компании Skyworld Community И уж Тогда Иметь Полную Ответственность За свое Решение Пройти мимо Всей этой информации И этого дела Либо Стать частью Этого нового Развивающего мира Встретить Таких же Единомышленников Открытых Сильных Уверенных В себе В том Что этот мир Можно Сделать Раем Я уже Был Ядом Сюницким Я видел Что он делает Вокруг себя Был в первом Экодоме Деревянном В Арабских Эмиратах Там больше Таких нет Нельзя строить По закону Только по нашим Технологиям И это Эдемский рай В мертвой пустыне Ты подходишь Сбоку Тебе аж Дышать Легче становится Потому что Снаружи Все зелень Этого деревянного Дома Внутри Прям целый Сад зелени Множество цветов Потрясающие Запахи Идеальный микроклимат При том что Я только что Три минуты назад Стоял в пустыне И было Невероятно Жарко Просто Смерть А здесь Даже птицы Прилетели туда И пчелы Свили улей Настолько Экологические Технологии С процветанием Делает Анатолий Эдуардович Ницкий И я понимаю Что вместе Мы сможем Сделать это На всей планете Стоит лишь Только Поинтересоваться И каждому Принять свое Собственное Аргументированное Взвешенное Решение Чем я смогу Я помогу Потому что я понимаю Что вместе с этими Единомышленниками Мы двигаемся Действительно Поистину Космической Цивилизации Потому что С помощью Последних Технологий Анатолия Эдуардовича Мы сможем Освоить И ближний И дальний Космос Без двигателей Внутреннего Сгорания Но об этом Вы узнаете Чуть позже Когда поинтересуетесь Сами Начните с малого И я конечно же Буду рад Вашим Письмам И звонкам С вами был Артем Курбанов Из Дагуртуса И я Желаю вам Всего самого Наилучшего Так же как и компания Skyworld Community Несет лучшее Что только сейчас возможно В такие непростые времена Дает такие Безграничные возможности Заниматься Созидательной Деятельностью Благостной И развивающей И при этом Даже здесь и сейчас Получать вознаграждение Без ограничений You're welcome Добро пожаловать Благодарю вас за внимание Дамы и господа Ведь всюду Куда направлено Ваше внимание То и растет А сейчас Она была направлена Сюда Будьте здоровы Желаю вам Океана улыбок Как от других людей Так и своих Собственных И помните Мы получили Эту планету Не в наследство От наших родителей Мы берем ее Взаймы У наших детей И только от нас И нашего поколения Зависит Какой мир Мы передадим Нашим детям Будьте здоровы И до новых встреч Самое быстрое Завтра В 17.00 По Москве Улыбок Будьте здоровы Будьте здоровы